Крещение Господне или Богоявление православные христиане празднуют 19 января. В этот день церковь вспоминает евангельское событие, как пророк Иоанн Предтечи крестил Господа Иисуса Христа в реке Юордан. Этот день часто называют Днем Просвещения в знак того, что Таинство Крещения очищает человека от греха и просвещает Святом Христовым. Накануне 18 января в Крещенский Сочельник освещается вода. Считается, что такая вода обладает целебными свойствами и способна излечить от множества недугов. Сотни православных верующих прибыли в праздник Гремячему Ключу для того, чтобы запастись крещенской водой из святых источников и искупаться в купели. Настроение замечательное, вода прекрасная. Даже несмотря на такой мороз, находимся в такой прекрасной дружеской атмосфере. Всех хотим поздравить с праздником. Супер, супер. Водичка хорошая, всех с праздником. Сейчас ты приезжаете сюда? Каждый год. И как впечатления? Отличные, бесподобные, замечательное место. Впечатления ни с чем не сравнимые. Всем советую, всем рекомендую. Не в первый раз уже, поэтому впечатления привычные. Погодка радует, так что сейчас жар бросит. В принципе, состояние радует, настроение тоже. После этого не заболеваете? Ну, за 10 лет ни разу не заболел. Прекрасная водичка, очень хорошо, очень тепло. А вот три раза окунулся, сейчас еще разочек. Три раза по три. Всех с праздником. Я счастлив просто как ребенок. Потому что люди вон купаются в купели. Но это, ну, я не знаю. Мне страшновато, если честно, самому. Потому что я сейчас простужен. Но воду святую мы с собой возьмем, умоемся. И самое главное, нельзя ставить на землю в емкости. В машине надо везти ее на сиденье. Мы взяли такой волшебный, пока еще пустой сосуд. Сейчас идем, стоим в очередь. Наливаем святую воду, святую, освященную самим Сергеем Радонежским. И будем умываться, молиться. И я очень хочу стать лучше. Наконец-то. Всех с праздником. Уже много лет, соблюдая традицию в крещении, к святым источникам приезжают сотрудники группы компании «Виктория». Во главе со своим руководителем Виктором Кроликовским. Сила этих традиций заключается в том, что она каждого из нас вдохновляет на новые подвиги. И хоть сегодня, может быть, мы испытываем какие-то трудности, какие-то проблемы, и часто спрашиваем друг друга, как нам преодолевать эти трудности. А вот если будем сохранять наши традиции, если не будем им изменять, то из каждой такой традиции мы почерпываем огромные силы, которые дают нам возможность и устоять в трудную минуту, и испытать полную радость в минуты благоприятные. Вот Виктор Иванович, например, это он инициатор того, чтобы обязательно исполнять вот эту традицию. Он вкладывает какие-то силы, какие-то средства. Вкладывайте, Виктор Иванович, как можно больше, чтобы мы не забывали о том, что наши традиции – это наша сила, это наше будущее, это наша радость. Дорогие сериапосадцы, я сердечно поздравляю всех с праздником Крещения. И хочу сказать, мы ежегодно под влиянием, конечно, отца Владимира, уже многие годы здесь проводим выезд всей фирмы Виктории сюда, на святой источник. Но, безусловно, и сериапосадские друзья, и московские друзья все съезжаются, каждый год человек 50-60 народа, мы накрываем такие столы здесь. И каждый год.